Доброй ночи, чуваки! Вы на канале PlayJackson. И вот немножко эмоций подутихли, я решил записать этот видеоролик. Хотя один видеоролик я уже записал, как раз накануне матча Украина против Австрии. Вот тот самый отрезок. И если еще все подытожить, ребят, я вот подумал, а стоит ли действительно нам выходить со второй строчки? Скорее всего, итальянцы займут первое место в своей группе, и при таких раскладах, если мы выходим со второго места, мы встретимся в следующем раунде против Италии. Не знаю, ребят, как по мне, лучше выйти с третьей строчки. И вы знаете, такое ощущение, будто бы вся сборная Украины во главе с Андреем Шевченко посмотрели это видео и приняли все всерьез. Иначе по-другому я просто не знаю, как объяснить все то, что происходило в матче Украина-Австрия. В данном видео я поделюсь своим мнением касательно матча, и специально для моих подписчиков, которые просили меня рассказать все варианты, которые устроят сборную Украину для выхода с третьего места в раунд плей-офф. Но пока важная информация. Держим кулаки за сборную и заряжаем экспрессы на париматч. Все экспрессы, которые собраны в период Евро, участвуют в ежедневных и еженедельных розыгрышах. А после 11 июля среди всех экспрессов париматч разыграет один биткоин. Все детали акции, а также 2500 гривен бонуса на первый депозит по закрепленной ссылке в комментарии. На этом Евро выиграют все. Главное, ребят, ставить с ума. Пол второго ночи, после двух стримов, я снимаю вот это вот самое видео. Даже слышите, немножко голос у меня уехал. Сразу для тех, кто пришел, именно за этим вопросом. Что же все-таки устраивает сборную Украины? Какие варианты нам подходят для того, чтобы мы прошли дальше? Итак, ребят, всего мы имеем 6 групп. С каждой группы выходят 2 команды, первая и вторая строчка. И 4 лучших команды, которые заняли третью строчку. На данный момент рейтинг мы имеем вот такой. Швейцария 4 очка, Португалия 3, Украина 3, Финляндия 3. И как мы видим, в принципе, все нормально. Все нас устраивает. Но есть одно но. Испания не сыграла третью игру. Хорватия не сыграла третью игру. Португалия не сыграла третью игру. И огромный шанс того, что мы окажемся вот здесь вот. В зоне, которая не позволяет нам пройти дальше. Сейчас мы пройдемся конкретно по каждой группе. Группа А выходит Италия и Швейцария. Группа Б только-только вот отыграли последние матчи. И благодаря победе бельгийцев над Финнами мы можем спокойно выдохнуть. Потому как одна команда в рейтинге третьих мест 100% будет ниже, нежели сборная Украины. У них 3 очка, но по разнице забитых пропущенных минус 2. В том случае, когда Украины минус 1. Финны ниже нас. Группа Си. Наша группа. Здесь в принципе все понятно. И вот теперь, ребят, самая важная информация. С трех групп, которые остались, нам нужно, чтобы хотя бы одна команда в рейтинге третьих мест оказалась ниже сборной Украины. Тогда мы проходим дальше. Нас устроит следующий вариант. Хорватия играет против Шотландии в ничью. При таких раскладах сборная проходит. Чехия и Англия нам уже не интересны, так как у них 4 очка. В нашей сборной 3. Я все детально, ребят, разжевываю специально для того, чтобы вы поняли. То есть в группе Д только один вариант. Группа Е. Швеция уже 100% прошла в раунд плей-офф. Остается Словакия, Испания и Польша. Здесь нам нужно, чтобы Швеция не проиграла свой следующий поединок против Польши. Ничья или победа шведов нас устраивает. В то время испанцы должны обыграть Словакию. Соответственно, Словакия опустится на третью строчку. И по забитым пропущенным наша сборная будет выше. Это второй вариант, который устраивает сборную Украину, дабы пройти дальше. Группа Ф. Наверное, самый сложный вариант, который, скорее всего, не сбудется. Здесь нужно, чтобы Франция в следующей игре против Португалии вынесла Португалию с разницей в 3 мяча. Можно даже больше. В свою очередь Германия должна не проиграть Венграм. Мне кажется, со всех этих групп самый реальный вариант это группа Е. То есть шведы не проигрывают полякам, а испанцы обыгрывают Словакию. Все. Группа Дид также имеет право на жизнь. Но согласитесь, Шотландия, Хорватия, ничья. Да, шансы есть, но их... Касательно самого поединка, ребят, я даже не знаю, что вам сказать. Был стрим, вы все видели, но там я был на эмоциях. И меня можно понять, и можно вообще понять любого, любого среднестатистического болельщика сборной. Наша национальная команда игру против Австрии попросту провалила. Андрей Шевченко в послематчевом интервью сказал, что команда попросту устала. Такой темп наши футболисты не вывозят. На самом-то деле очень странный ответ для меня, так как, к примеру, тот же Зинченко, который играет в Англии. И в Англии подобный ритм довольно-таки нормальное явление. Но Зина в матче против Австрии был чуть ли не... Ну, я вообще его не видел. Правда, он вообще никак не помогал команде. Отдать точную передачу, связать пару пасов... Этого сборная Украины не могла. И, ребят, как мне кажется, это не совсем физуха. Да, ходит такой миф, что сборная Украины специально сливала на третью строчку. Чтобы не попасть со второго места на Италию. И я думаю, вот такое вот предположение, в принципе, имеет право на жизнь. Так это или нет, мы с вами никогда не узнаем. Но то, что Украина вообще не боролась в матче против Австрии, не показывала никакой характер. Это факт. От этого мы никуда не денемся. Если в матче против Индерландов наша сборная проиграла со счетом 3-2, но она боролась, она показывала характер, никто плохого слова в сторону нашей сборной не сказал. В матче против Македонии немножко другая ситуация, там наша сборная выиграла со счетом 2-1, но хейт присутствовал. Я один из тех, который яро вступался за сборную и говорил, ребята, три очка не пахнут, нормальный результат, сборная Македонии довольно-таки сильная команда. И Австрия. И даже такой поклонник сборной, как я, который топит при любых раскладах за национальную команду, признает то, что мы облажались. Повторюсь еще раз, возможно, это тактически где-то было продумано заранее. Но вот теперь далеко не факт, что мы выйдем с третьей строчки, и это будет очень смешно. Возможно, нам нужно было бороться все-таки за вторую строчку, сыграть хотя бы в ничью против Австрии, которая особо по матчу сверх ничего не показала. В Австрии по ходу матча было куча моментов, и они просто их спускали в молоко. Возможно, стоило бы показать характер и выйти со второй строчки и гордо сразиться против Италии. И в том случае, если бы Украина проиграла Италии, никто плохого бы слова никому не сказал. А так на нашу сборную обрушивается просто шквал хейта. Если наши футболисты не вывозили физухой, то можно было бы, наверное, сделать ротацию. Все-таки лучше свежий игрок с замены, нежели уставший, который играет от матча к матчу в основе. Разве не так? Отпишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Вот такой вот видеоролик абсолютно без всякого сценария после последнего стрима записал, поделился своим мнением, накидал вариант. И пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Всем огромное спасибо за просмотр. Топите, ребят, за своих до последнего. Всякое бывает, но как оно есть на самом-то деле, мы с вами не узнаем. Всем огромное спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока.